Прошло уже полтора месяца с того момента, как мы боремся за дорогу. А вот и ныне там. Так в поселке Бельмесева гора земли, которая перекрывает дорогу жителям нескольких улиц, слежит по сей день. Напомним, люди боятся за свои жизни, ведь в случае чрезвычайных ситуаций спецслужбы не смогут к ним проехать. По словам жильцов, ответственные за перекрытие предприятия Апарель, руководитель которого считает дорогу своей. И вот что у нас здесь есть. Глина есть. Вот там вот деньги ходят, сейчас покажу. Вот здесь тропиночка, здесь обходят люди. Однако автомобилистам все же приходится проделывать значительный путь до центра поселка, добираясь в объезд. Организация Апарель все же ответила нам на официальный запрос. Пешеходный проход в сторону школы открыт, а комфорт и удобство жителей поселка нас интересует более, чем кого-либо. И мы заботимся об этом на протяжении уже почти 33 лет. Дорога по улице Весенний отсутствует на всем протяжении, за исключением участка вдоль домов 14-20. В настоящее время мы ведем строительство дороги по улице Весенний от участка номер 14, чему активно препятствуют владельцы участков 4 и 6, строящие дома на продажу. А также отдельные граждане с поля для многодетных семей, желающие выезжать со своих участков без дорог не через улицы Солнечная, а через микрорайон Радушный. Однако жильцы по-прежнему утверждают, что дорога общего пользования. Часть дороги они делали за свой счет. А Апарель никакого строительства дороги не ведет. Что касается администрации, они на заявление ответили, что не усмотрели никаких нарушений. Но этот ответ администрации перехватила прокуратура. Уж не знаю, как они это сделали. Пригласили человека, писавшего заявление. Он туда приехал. Они уже опросили Воробьева Владимира Константиновича. Он ответил, что это не он вообще сделал. И мы предоставили им видеодоказательства того, что это сделал все-таки он. Ну, то есть он ссылается на нас, что это мы сами все сделали, и он там вообще ни при каких делах. Однако, видеодоказательства говорят о другом. Сейчас прокуратура вот до ноября обещают решить эту проблему. Кто прав, а кто виноват, станет ясно позже. А мы продолжим следить за развитием событий в Бельмесево. Вопреки заявлениям директора предприятия Апарель о выпуске нашей редакции, непроверенного, однобокого и недостоверного материала. Юлия Щепина. День с толком.